Всем привет! Вторая серия видео про американскую систему Next Generation Squad Weapon оружие нового поколения уровня отделения по текущее состояние работ на конец 2024 года. Как мы помним с предыдущей серии, в 2022 году победителем конкурса систем была признана американская компания ZigZower и ей был выдан контракт с общим объемом перспективным на 4,5 миллиарда долларов с планами переоружения всех американцев типа Веспир, всех передовых подразделений армии США пехотных, воздушно-десантных и так далее. Порядка 200 тысяч бойцов в общей сложности. Первый транш, выданный в 2022 году ЗИВу, был достаточно скромный, всего 20 миллионов долларов на разработку нескольких образцов. И в настоящий момент система находится на этапе войсковых испытаний. Планы текущие где-то в 2027 году примерно принять окончательное решение. На 2025 год официально на программу выделено 367 миллионов долларов и планируются закупки 18 тысяч автоматов XM-7, примерно 1800 пулеметов XM-250 из-за расчета, один пулемет на 10 бойцов, то есть один пулемет на отделение, и 20 тысяч умных прицелов XM-155 на все оружие, даже с небольшим запасом. При таком раскладе, то есть того, что уже заказано, это будет примерно на 8 пехотных бригад оружия, полностью перевоженных пехотой на новую систему. Так, ну, исходя из того, что текущая стоимость, соответственно, всей этой истории составляет порядка 13 тысяч долларов для умного прицела, 5 тысяч долларов для автомата и 12,5 тысяч долларов для пулемета XM-155. Боеприпасы, значит, патроны 6,8 на 51 стоят примерно от 2 долларов за обычный патрон общего назначения стандартный и до 12-15 долларов за патрон специального назначения с бронебойной пулей с вольфрамовым сердечником. Ну, не наше это дело считать деньги, все равно американцы печатают доллары сколько хотят, распоряжаются ими сами. Нас интересует, собственно говоря, оружие и его развитие. В 1924 году начались, собственно, активные поставки в войска. 101-го воздушно-десантная дивизия, 30-я бронебригада, активное подразделение Национальной гвардии Северной Каролины. И в 1925 году планируется еще в 12 каких-то частей поставить эти образцы. Собственно говоря, сердце системы, то, что обеспечивает все ее вундервафельные способности, это новый патрон 6,8 на 51 мм, то есть калибр пули номинальный 6,8 мм, диаметр и длина гильза 51 мм. По габаритам он практически идентичен патрону 7,62 НАТО. Его принципиальное отличие, помимо композитной гильзы с стальным донсом и латунными стенками, это невероятно высокие рабочие давления. То есть рабочее давление, скажем, патрона 5,56 НАТО это 3800 бар. Для патрона 6,8 мм заявленное давление варьируется где-то от 4800 до 5500 бар. Точные значения неизвестны, ходят слухи, что немножко верхнюю планку будут снижать. Как мы помним, изначально речь шла о том, что нужно сделать не только вундервафель, но и снизить массу, в том числе и боекомплекта. И вначале шло на 20% легче. По факту патрон 6,8 мм, скажем, XM1186 стандартный, весит почти 22 грамма. Против 24 грамм для, скажем, патрона 7,62 НАТО, или там тех же 22 грамм для патрона М80А1 с более легкой пулей, и 12 грамм для стандартного патрона 5,56 мм, 855. Никакого облегчения на 20% даже по сравнению с 7,62 НАТО нет. По сравнению с 5,56 НАТО увеличение массы боекомплекта почти вдвое патрона. Что эти 20%? Ну, говорят, это по сравнению с патроном 270 Winchester Short Magnum, у которого схожая баллистика. Что касается баллистики, значит, вот и такое сравнение. Немножко посчитал. Для автомата, соответственно, XM7 штатная длина ствола 33 см, 13 дюймов. Значит, патрон 6,8 мм, имеет пулю массой примерно 8,5 грамм, разработанная где-то в секретных правительственных арсеналах. Навеску пороха примерно 3,1 грамма, и скорость начальную где-то там 920 плюс-минус метров в секунду. Это нам дает импульс отдачи 1,6 кг на метр в секунду. Для сравнения, патрон 7,62 на 51 НАТО М80A1 с пулей с аналогичной конструкцией, это, значит, с оголенную в носовой части, без свинцовой пулю, с оголенную в носовой части стальным сердечником каленым. Та же масса, та же 8,5 грамм, чуть меньше пороха, 2,9 грамма, и с такого же ствола, значит, 33 см, скорость 800 метров в секунду. То есть импульс отдачи 10,3 кг на метр в секунду. Ну и стандартная М80, значит, с пулей со свинцовым сердечником, 7,62 мм, масса пули 9,4 грамма, значит, скорость 770 метров в секунду, и импульс отдачи 10,8 кг на метр в секунду. То есть первое, что мы видим, импульс отдачи выше, значит, из короткого ствола, чем у 7,62 НАТО. Причем выше, так, по сравнению с М80A1, ну, процентов на 15. При этом, значит, из оружия того же гаваритов и массы практически. То есть одинаково, если мы возьмем, скажем, SCAR, HEVIS, 30-30 см стволом, и XM7, габариты у них практически идентичные, масса близкая, импульс отдачи у 6,8 больше. Соответственно, возникают всевозможные вопросы с контролируемостью, со следующими выстрелами, с контролируемостью автоматического огня, и так далее, и тому подобное. Плюс жуткая дульная вспышка, требующая перманентного использования глушителя. Причем глушителя сделанного из дорогих материалов, по дорогой технологии, поскольку нелегкого, никакого там алюминия, титана не будет, потому что это автомат армейский, из которого могут стрелять много. Что касается, как мы помним, мрии о бронепробиваемости, о пробитии любых бронежилетов на 600 метрах, которые заявлялись в начале программы NGSW, не так давно американский блогер Баффман протестировал нашу текущую бронепанель 6B-43 «Гранит», обстреливал самым разным, включая пулю М-80А1 калибр 7,62 мм, засунутую в гильзу патрона 300 Ройчестер Магнум и разогнанную из охотничьей винтовки аж до 1070 метров в секунду. Это больше, чем на 100 метров больше, чем у NGSW. Стрелял он с 15 метров и плиту не пробил. То есть, можно с достаточно высокой уверенностью заявлять, что патрон GP XM-1186 с пулей со стальным сердечником плиты наши, скажем, уровня гранитовской, пробивать на каких-то маломальских существенных дистанциях не будет. Если говорить о специальных патронах с пулей с вольфрамовым сердечником, значит, они будут пробивать на дистанции, возможно, 200-300 метров. Текущую современную плиту, уже разработанную несколько лет и состоящую на вооружении. Ни о каких 600 метрах не будет. Забыли и не вспоминаем. И даже там про 300 метров, помним, развиваются бронепанели и так далее. И на какой-то дистанции специальную пулю пробивать будет. GP, как раз универсальная, будет работать по каким-то другим преградам. Значит, что еще известно про патрон? Известно, что... Почему, собственно говоря, мы благополучно забыли про марксмасную винтовку, что на текущий момент все источники сходятся на том, что у него есть большие проблемы с кучностью. Что подразумевается большие, это значит, что выжать из него лучше, чем 3 угловых минуты на 100 метров практически нереально. Иногда и 4. И, собственно говоря, в конце прошлого года, 23-го, ЗИК, осознавая эту проблему, подал патент на конструкцию пули улучшенной кучности по сравнению с разработанной в секретных правительственных лабораториях. Ну, какова ее судьба, пока неизвестно. Поскольку, сами понимаете, что кому-то там придется в правительственных структурах признать, что они капитально облажались с этим патроном. Что это значит с точки зрения кучности и прочего, мы поговорим чуть попозже. Но вот факт такой. Значит, о кульснайпере, где там в ванхэдшотах на 600 метров, значит, пока говорить сложно. Ну, всего-то, если говорить о патронах, имеется стандартный GP XM-11-86, пуля с стальным сердечником, бессвинцовая, патрон SP Special Purpose XM-11-84 с вольфрамовым сердечником, специальный патрон уменьшенной дальности XM-11-88, которым, судя по всему, и дают стрелять всем, значит, блогерам и так далее. Он, вероятно, еще и со сниженной отдачей, поскольку не нужно полную баллистику. И коммерческие всякие варианты, значит, 277 Fury, о которых мы сейчас пока говорить особо не будем. Значит, напомню, цена патрона, значит, для американского нового-плательщика будет где-то от 2 до 15 долларов. Там патрон 5.56 нато стоит меньше доллара, там 7.62 нато, доллар с небольшим. Что касается автомата XM-7. Здесь, как напомню, наиболее унылый из всех конкурентов, значит, исходно это увеличенный ZIG-овский автомат ZIG-MCX, разработанный на базе, значит, знаменитой всем привычной платформы AR, с арочной эргономикой. Значит, есть важное отличие, собственно, ключевое отличие, это то, что у него введена автоматика с коротким ходом газового поршня, и у него не арочная, не стонеровская затворная рама, короткая, и возвратная пружина с направляющим стержнем расположена выше затворной рамы, в горбе стволенной коробки, так что можно сделать полноценный складной приклад. Значит, полностью двухсторонний орган управления, как все любят, значит, складной приклад, как я упомянул, и дополнительно, помимо, значит, арочной рукоятки взведения на тыльной части ствольной коробки, еще и складная неподвижная рукоятка взведения слева на ствольной коробке, значит, на случай всякого случая. Такая вот вся из себя модная, значит, винтовка, что мы имеем по факту. Главная претензия, которую к ней высказывают все, кто можно, это тяжело. То есть, для сравнения, посмотрим, базовый, значит, сам по себе голый автомат XM7 весит примерно 3,8 килограмма. Значит, к нему обязательный глушитель, помним, иначе, значит, у всех будет контузия. Значит, там где-то 660 грамм. К нему супер-пупер умный прицел, по последним данным весит он примерно 1,2 кг. И к нему, значит, 20-ти зарядный полный магазин весом аж 640 грамм. В общем, что интересно, если на первых образцах магазина были пластиковые, то на сейчас, значит, серийных образцах ЗИК вернулся обратно, значит, в 50-е годы прошлого века, и магазины стальные. Не алюминий, не модный пластик, а сталь. Тяжело, надежно, прочно. Почему они не смогли в пластиковые магазины, хотя пытались сказать, не могу. Ну вот, такие, значит, передовые технологии. Ну, для сравнения можно посмотреть, что весит карабин М4 в полном фарше, и получается, что в боеготовом положении с магазином XM7 на 2 с лишним кило тяжелее, чем М4. Тоже, при этом, в нем будет на 10 патронов меньше. В руках бойцу придется тащить 2 лишних кило, причем с существенно более передним балансом. На конце ствола расположен тяжелый глушитель, расположен достаточно длинное, имеется достаточно длинное алюминиевое цевье. Под ним массивный газблок с поршнем и газовым регулятором. Опять же, то, что отмечают пользователи, сильно передний баланс затрудняющий. С одной стороны, он слегка компенсирует подброс при стрельбе, а по другой стороны, перемещение с оружием на готове гораздо менее комфортно, чем с карабином М4. Если говорить о общем боекомплекте, то все становится еще интереснее. Штатный по текущим требованиям боекомплект армии США 7 магазинов. То есть, для М4 это 7 30 зарядок, 210 патронов, для ХМ7 это 7 20 зарядок, или 140 патронов, ровно на треть меньше боекомплекта. Плюс при этом 6 магазинов размещенных, один магазин в оружии, 6 магазинов размещенные на теле, в подсумках 5,56, соответственно, весит примерно 3 килограмма, а 6,8 весят почти 4 килограмма. Если же мы хотим взять полный боекомплект, чтобы он не падал, то есть, пусть не 210, а 200 патронов 6,8, всего 10 магазинов, то общий боекомплект в магазинах будет весить больше 6 килограмм. Значит, привет, легкое оружие, привет, нагрузка бойцу. Все, все время, сколько уже десятилетий плачутся, что боец тащит очень много, что вес нужно снижать. Мы вместо этого увеличиваем нагрузку бойца на ровном месте, там на, в общем, от 2 до 5 килограмм. Значит, если мы пытаемся уравнять боекомплект. Значит, про импульс отдачи патрона я говорил, он выше, чем у 7,62 миллиметровых автоматов сравнимых габаритов. Плюс, значит, за счет того, что начальная скорость пули выше, ускорение выше, давление рабочее выше, соответственно, мы имеем и гораздо более сухую, как мы любим говорить, отдачу, более резкую и неприятную силу отдачи выше. Значит, стрельба из автомата без глушителя, ну, такое себе, то есть его придется все время таскать. Значит, заявленный ресурс, планируется для всего автомата, 10 тысяч выстрелов. Ну, на фоне того, что, скажем, на М4, на некоторого, затворы там начинают сыпаться на 6 тысяч выстрелов. Ну, такое себе, значит, вопрос, насколько этот ресурс будет выдерживаться вот этим магнумом патронами при интенсивных стрельбах, при какой-нибудь горящей схватке а-ля ванат. Значит, и, опять же, ну, приносит серьезные вопросы кучности, существующие. То есть, с одной стороны, для автомата 3 угловых минуты обычной пули это абсолютно нормально. То есть, по нормам, значит, приемки тот же карабин М4 должен обеспечивать кучность одиночными выстрелами на 100 метров 10 пулями 5 дюймов или 5 угловых минут. То есть, это вроде как лучше, чем М4 с 855, но позабыть все эти мрии о хедшотах, там, о кульснайпинге на 600 и далее метров, пока никак не вырастают. Значит, про пробивное действие я уже сказал, что, значит, при обсуждении патронов что-то будет существенно лучше только со спецпатронами и с фольфорамовыми пулями. Значит, интересные испытания, значит, тут можно провести сравнение, как я говорил, очень похожие по габаритам, там, по отдаче всякие спецназовские, там, СКАР-17 или Хитлер-Кох 417 с короткими стволами под 7,62 НАТО. Значит, французский спецназ, недовольный, значит, считающий, что 5,56 мм маловато, будет, решили попробовать заменить свои ХК-416 как раз на укороченный СКАР-17 с 13-дюймовым стволом, те же 33 см. Габариты те же самые, вес тоже самый, но реально при работе, особенно имитация работы в городе, в помещении, в киллхаузах, эффективность СКАР-17 оказалась гораздо ниже. То есть, по ходу, значит, статистика была интересная, то есть, если с 5,56 мм ХК-416 боец мог 3 расположенных поблизости цели поразить двумя выстрелами каждую, значит, ну, зачистка комнатная стандартная, то с 7,62 те же три цели поражались по одной пулей, под ним они двумя выстрелами 7,62 НАТО за большее время. То есть, получался очень сильный проигрыш в маневре огнем, соответственно, при необходимости в производстве вторых выстрелов, и повторюсь, у 7,62 НАТО импульс отдачи даже меньше, чем у автомата. Были еще всякие жалобы такие в интернете, публиковались, значит, что та же складная рукоятка XM-7 взведения затвора цепляется за бундированием, значит, если ты ее забыл, сделая левый взвод, забыл вручную вернуть вперед, она может прилететь по пальцам, значит, приклад складной в сложенном состоянии ничем не удерживается, просто легенькой пружинкой тоже цепляется, раскладывается. Ну, и опять же, значит, баланс, масса и так далее. В тире по стрелятелю на стрельбище хорошо, идти там на пеший выход, таща на себе лишние килограммы автомата при меньших боекомплектах, радости мало. Следующая, значит, пулемет. По нему известно, в общем, меньше, как он считается, наследник Зиговского Lightweight Medium Machine Gun под 338 норма Magnum, имеет ленточное питание с рассыпной лентой по типу М13 для 7,62, имеет газоотвод с коротким ходом газовых поршней, поворот затвора, и ключевое, это, собственно говоря, откат всей подвижной системы с хвостовиком, фактически с ствольной коробкой, с затворной группой внутри кожуха алюминиевого для снижения ощущаемой отдачи. Значит, ствол немножко длиннее, чем у автомата, около 40 сантиметров, что, значит, сразу все отмечают вес. То есть он с душителем весит всего 6,6 кг, это даже меньше, чем ПКМ, это существенно меньше, чем Миними, и все говорят, ох, круто, значит, можно заменить в ручном варианте Миними 7,62 и, возможно, отчасти МАК. Однако, первый нюанс, в текущем варианте пулемет имеет небыстросменный ствол. Значит, армия сказала, что нет, вот быстросменный ствол не нужно, поскольку это лишний вес. ЗИГ, в принципе, сделал вариант с быстросменным стволом, но пока вот именно XM-250 быстросменного ствола не имеет. Вопросы возникает, глушитель, значит, из какого мифрила он сделан, потому что существующие под 7,62-мм пулеметы глушители из того же тугоплавкого инконнеля весят в среднем где-то от 900 грамм до 1,8 кг. При этом 6,8 имеет более высокие давления и, соответственно, гораздо больше грузит глушитель. А, значит, пулеметный глушитель сейчас весит всего 7 кг. И на видео были очень интересные эффекты, когда, значит, после нескольких очередей из пулемета, после прекращения огня из глушителя вырывается характерный такой язычок пламени. То есть не сгоревшие пороховые газы, помню, пороха много, ствол короткий, догорают в глушителе, поскольку пулемет стреляет с открытого затвора, есть прекрасная тяга через стволы глушителей, все не сгоревшее при выстрелах потом может еще какое-то время догорать. Значит, это не только демонстрирует стрелка, но и создавая разные другие нюансы. В принципе, значит, ЗИК рассуждает о том, что можно перестворить патрон 6.8 пулемета М240 ФН-МАГ, но как будет держать старая затворная группа, рассчитанная под давление 7.62 магнум давления, никто не знает. Значит, можно перестворить XM-250 под патрон 7.62 НАТО, вообще без вопросов, просто фактически поменять ствол. Получится легенький, маневренный пулемет с небольшой отдачей конкурент Миниме 7.62, конкурент Бельдийском Эволюс 7.62, но опять же, тогда теряется все это самое вундервафельное 6.8 миллиметра. Еще интересный аспект, связанный с пулеметом, в апреле 24-го года ЗИГУ вчинили иск от компании True Velocity на нарушение патентов, которые сейчас принадлежат этой самой True Velocity и Lone Star Future Weapons, приобретших патенты от General Dynamics. Сводится все к тому, что еще в 2014 году ЗИГ переманил к себе инженера из General Dynamics Дэвида Стимки некоторого, который разрабатывал, если вы помните, еще такой Lightweight Medium Machine Gun для General Dynamics. И вот сейчас считается, что те самые наработки, которые Стимки притащил с собой из GD в ЗИГ, нарушают патенты, принадлежащие True Velocity. Скорее всего, понятно, никакой пулемет не убьет. То есть, в худшем для ЗИГа случае, если не отобьют иск целиком, просто договорятся по внесудебному порядке, заплатят сколько-то миллионов долларов отступного True Velocity, и все будут довольны. Ну, факт такой интересный. Еще из особенностей пулемета, у него коротенькая, откидная в бок крышка лентоприемника. Для того, чтобы больше сверху места было под всякие прицелы, можно, в принципе, заряжать его, вообще не открывая крышку, если к ленте присоединена специальная протяжка, было в свое время, скажем, на пулеметах Максима. В принципе, люди пулемет хватят, хвалят в первую очередь за малый вес, поскольку, повторюсь, он легче, минимя при существенно большей мощности, по боевой эффективности он сравним, скажем, с пулеметами по 7.62 НАТО, но по возможности вести длительный огонь, скажем, при обороне бас, то есть с полноценным станком он быть не может. Это такой вот супер-пупер ручной пулемет, он может составить, в принципе, конкуренцию серьезную ПКМу, печенегу, по эффективной дальности. Основные вопросы у всех, собственно, какой у него будет ресурс и надежность с этими самыми магнум-патронами, поскольку, опять же, уже из подразделений, где проходили испытания, были жалобы, что при интенсивных стрельбах у Зиговских патронов их модная композитная гильза рвется как раз по стыку. Это крайне неприятная длительная задержка, особенно если ствол не быстросменный. Следующий и наиболее такой интересный и передовой элемент комплекса NGSW это прицел XM-157, то, что называют умный прицел Smart Optics компании Vortex. Он уже и самый дорогой элемент, то есть на прицелы, на 250 тысяч пролонированных прицелов приходится больше половины стоимости всего контракта. на комплекс за исключение оружия, то есть, как говорили, стоимость одного прицела свыше 10 тысяч долларов, и интересно посмотреть, что он из себя представляет. Его база это обычный оптический прицел Vortex с кратностью 1.8x, нанесенный в первой фокальной плоскости гравированной прицельной маркой, то есть даже если кончились все батарейки или произошел ядерный взрыв и вся электроника приказала долго жить, есть все равно работающий оптический прицел на автомате или на пулемете. Что к нему добавлено еще? Ключевое внутри находится проецируемый в поле зрения полнопиксельный экран, то есть можно не просто какие-то конкретные картинки или циферки изображать в поле зрения прицела, а дополнять прицельную марку, рисовать различные маркеры, информацию и так далее и тому подобное. Для чего это нужно? Для того, чтобы выводить туда информацию от установленного сверху лазерного дальномера с баллистическим вычислителем. То есть предполагается, что будет баллистический вычислитель учитывать дистанцию до цели, соответственно, заложена в него баллистическая модель текущего патрона и оружия, потому что понятно, что из пулемета и автомата с баллистикой чуть-чуть будут отличаться в силу разницы длины стволов. Будет учитываться температура, будет предлагаться учет ветрового сноса с учетом дальности и введенной установленной скорости ветра поперечной. И все это позволит круто кульсный перить. Плюс, вдобавок, соответственно, электроника определяет текущую кратность прицела и регулирует количество дополнительной информации, выводимой в поле зарения. То есть, если вы работаете в городе на малых дальностях, прицел стоит на единичке, соответственно, там никакая баллистика толком не нужна. Все, что нужно, значит, подсветка центральной прицельной марки, чтобы работать как с коллиматором. Ну и, возможно, в будущем выдача каких-то целеуказаний и так далее, что теоретически прицел в будущем позволит при работе с какими-то специальными интерфейсами. Значит, если залегли где-то и, значит, собираетесь кульсной перить на 500-600 метров, значит, вывернули увеличение на восьмерку и там, значит, можно уже много всего вывести. Дальность, температура, компас и так далее и тому подобное. Опять же, много всякой информации выводить. Значит, что делает баллистический прицел? Понятно, да, то есть, меряет дальность до цели и согласно баллистической заложенной модели выводит точку прицеливания в сетку. Значит, плюс, помимо центральной точки выводят еще две, значит, точки поправки на ветер. То есть, стандартно предполагается, скажем, поперечный ветер, скажем, 10 миль в час, запрограммированный в прицеле, и слева и справа от центральной точки будут, значит, точки прицеливания, куда наводиться, если вот у вас как раз есть поперечный ветер, такой силы с нужной стороны. Если вы предполагаете, что ветер у вас вдвое слабее поперечным, просто берете поправку между центральной и соответствующей боковой точкой, если вдвое сильнее, значит, дальше, например, на такое же расстояние от боковой, то есть, такая вот как бы подсказка по боковым поправкам. Понятно, сам прицел ветер не меряет, потому что не может. Что удобно для стрельбы теоретически на большие дальности? Какие есть с этим делом нюансы? Во-первых, как уже упоминалось, на текущий момент вся эта система это, значит, у нас примерно 3-4 минуты точность комплекса автомат плюс патрон. Что это значит? Значит, что на 500 метрах полное рассеивание этого самого автомата с патроном составит примерно 45 сантиметров в ширину торса человека, да? И пытаться культснайперить, там, как ваншотить, хедшотить на дальности там 500-600 метров, что теоретически позволяет прицел, вам не позволит, собственно говоря, оружие и патрон на текущий момент, по крайней мере, потому что рассеивание будет вдвое больше планированного размера цели. Даже если вы супер-пупер точно прицелились. Если говорить о стрельбе в торс на 500 метров, то есть комплекс позволяет по совокупности уложить соответственно при точном прицеливании в 45 сантиметрах, ну, предположим, в грудную мишень. Дальность прямого выстрела по той же грудной мишени высотой 50 сантиметров для этого самого комплекса патрон плюс автомат составит не меньше 500 метров. То есть, если вы целитесь в, грубо говоря, пряжку ремня или чуть выше пряжки в пумпок противника, на любой дистанции до 500 метров вы попадете уверенно ему в торс. И никаких поправок по вертикали с учетом дальности делать не нужно. Теоретически можно делать поправки на ветер, но, опять же, вы их принять сможете нормально, только в том случае, если цель условно-стационарная. То есть, если вы стреляете по какой-то позиции противника, постребе по движущемуся противнику, а большая часть противников, особенно в настоящей войне, понятное дело, предпочитает двигаться, прятаться и так далее, будет вестись в условиях, когда полноценно воспользоваться умными функциями прицела, скажем так, затруднительно. Это нам говорит и опыт французов, которые, как мы помним, уже давно испытывают достаточно концептуально аналогичную систему Филин, и они пришли к выводу, что цикл с использованием прицела занимает самое меньшее 2 секунды. То есть вы, глядя в прицел, обнаруживаете цель, наводите на нее перекрестие, ну или, как в случае с фортексом, квадратик центральный, нажимаете кнопку лазерного дальномера. Дальномер с баллистическим компьютером работает быстро, доли секунды. После чего пересчитывают баллистическое решение и где-то ниже квадратика рисует вам, квадратик исчезает, рисуется вам прицельная точка центральная, после чего вам нужно переместить винтовку, поместить эту самую новую прицельную точку на цель, куда вы хотите стрелять и обработать спуск. Две секунды минимум. Значит, сработает, если цель стационарная. Если цель движется на поле боя, это работать не будет, вам нужно стрелять сразу, как только еще, возможно, с упреждением и тому подобное. Пока возможности учитывать угловую скорость цели, вводить упреждение прицела, навыков, таких информации нет. Хотя гипотетически все может быть. Собственно, французы с Фелиной пришли к выводу о том, что подобные прицелы лучше всего нужны на марксманских винтовках. Снайперу уровня отделения и, возможно, на пулеметах, которые стреляют с устойчивых положений на большие дальности и зачастую по каким-то более стационарным или групповым целям. Марксманской винтовки сейчас в комплексе нет и не предвидится. пулеметы есть, и на них этот прицел будет уместен. Он точно так же будет уместен на любой марксманке под 7,62 мм, М110, М110А1 и так далее, поскольку легко программируется под любой патрон. Но место его на автомате вызывает большие споры, потому что это большой лишний вес, это габариты, и это куча лишних действий, которые, по большому счету, не нужны, поскольку характеристики патрона, его настильность позволяют фактически стрелять с постоянным прицелом на дистанции до 500 метров. И опять же, ветровой снос достаточно небольшой, скорость полета пули достаточно высокая, соответственно, упреждение тоже брать надо не очень большое, и все это эффективнее держать в голове. Если предполагается, что у вас суперпрофессиональная армия, то эффективнее натренировать их пользоваться обычным ЛПВО, обычным низкократником, 1.6х, скажем, или 1.8х, и тем самым даже не сэкономить деньги, а сэкономить вес, позволить бойцу, скажем, вместо суперумного прицела нести еще один лишний магазин. Что-то мне подсказывает, что в условиях большой массы боеприпаса это будет очень ценное изменение. Но, опять же, американцы хотят пойти по граблям и освоить весь бюджет, мы ни в коей мере не будем им мешать. Хотят, пользуются. В принципе, опять же, уже были там субъективные жалобы, что периодически эти прицелы выдают красный экран смерти, глючат, батарейки садятся. Но, опять же, примем, что сейчас идет еще пока детские болезни осваивания, электроника растет, развивается, умнеет, но на текущий момент не только у меня, а у многих, собственно говоря, экспертов, внюхавших пороха и не только здесь, вызывает сомнение необходимость именно на пехотном автомате такого умного прицела. На пулемете он вполне уместен, и на марсманке, снайперке он тоже вполне уместен и может полностью себя раскрыть. Вот мы обрисовали, я обрисовал вам весь этот комплекс замечательный, возникает вопрос, делали его для Афганистана, ограниченный конфликт, охота в Цепасов с китайскими ПКМами, пакистанскими МГ-3 или дедушкинами, Лиемфилдами, из Пакистана американцы ушли, бросая оружие, бросая союзников и так далее, где они могут и с кем воевать дальше. Сейчас они декларируют, что следующая война, чего они боятся, и собственно, либо страшные русские, либо не менее страшные китайцы, над которыми у них за счет большей дальности стрельбы, большей пробиваемости сразу прямо наступит полная пехотная перемога. Нужно отдавать отчет, что в случае полномасштабного конфликта с Россией или с Китаем стрелковое оружие будет иметь роль примерно никакую, когда в дело пойдет сперва авиация баллистические ракеты и так далее. Собственно говоря, стрелковое оружие начнет играть роль уже на пустошах постапокалипсиса, если чего-то там кто-то останется где-то в провинциальных. И вот с точки зрения постапокалипсиса, значит, XM-7 это совершенно плохое и негодное оружие, потому что оно тяжелое, оно сложное, и главное, у него редкий патрон. Если вы после постапокалипсиса разжились калашом с одной стороны Глобуса или М-4 аркой с другой стороны Глобуса, то соответствующий патрон вы найдете практически всюду. Он есть у каждого стрелка заначенный дома в сейфах, он есть в оружейных магазинах, он есть в огромном, в каком-то количестве сохранившихся армейских складов. Здесь патрон сугубо армейский на гражданке. Значит, этих самых 277 Fury купят в Штатах несколько тысяч фриков, учитывая очень высокую цену как патрона, так и оружие от 4 тысяч долларов даже ближе к 5. И поэтому ключевая собственно особенность оружия постапокалипсиса это доступность боеприпаса и возможность его эффективно и недорого просто самоснаряжать. Здесь этого нет от слова совсем. Более того, этого патрона нет и не предвидится и у союзников. Соответственно, ввязавшись в какой-то экспедиционный конфликт, а у американцев как помним все конфликты экспедиционные где-то на другом континенте рассчитывать на производство и склады союзников неважно в Азии на корейцев и японцев или в Европе на немцев англичан чехов и так далее не придется просто потому что нет у них такого патрона и все чем стрелять собственно пехоте только ввести из-за океана со своей территории. Если говорить о поставках союзников значит ну к кому? Кто нуждается в стрелковом оружии из союзников сейчас гипотетически воюющих Израиль и Украина? Израилю это вот все вундерваффе не нужно от слова совсем. Там идут в основном если в ближние бои вы застройте там маневренность и носимый боекомплект важнее всего и вот вся эта вундерваффельность и супер пупер потенциальная пробиваемость не нужны от слова совсем да и вообще Израилю от американцев стрелкового оружия практически не нужно они сейчас сами там производят себе там несколько заводов фарочки производят неплохие патроны и в общем им нужно в основном что-то посложнее если говорить об Украине там это оружие опять же патроны для любого оружия калибра 5.56 НАТО или 7.62х39 можно закупать в Европе болгар чехов англичан немцев ну кого угодно у всех у всего блока НАТО эти патроны есть 5.56 есть 7.62х39 есть производство сохранились в бывших странах Варшавского договора 277 6.8 придется везти из США это будет соответственно по весу гораздо больше то есть вместо двух патронов 5.56 придется будет привозиться только один патрон это будет гораздо дороже само оружие опять же по цене как минимум как 3 или 4 бюджетных харчки какие-нибудь бушмастеры или так далее и никакой значит в ближнем бою там при зачистке опорников при защите гораздо эффективнее будет обычный там М4 с бронебойным патроном с тем же самым чем вот это вот самое Вундерваффе которое получается вот с моей непросвещенной точки зрения с моего дивана не нужно вот объективно с точки зрения конечного пользователя примерно никому нужно оно как водится тем кто за его принятие на вооружение получит звезды на погоны и тем кто значит за после принятия на вооружение будет осваивать соответствующие миллиарды долларов я помню стоимость контракта без учета патронов 4,5 миллиарда долларов значит если считать что там на 250 тысяч образцов оружия придется соответственно там 250 хотя бы даже не 250 а с половиной как минимум миллиарда патронов на каждый по цене там даже по 2 доллара это еще там 5 а может даже 10 миллиардов на боеприпасах на фоне всего американского ВПК в общем не так много на фоне компаний получивших контракты поддержавших их значит отставных генералов и конгрессменов в соответствующих комитетах конгресса это достаточно серьезная сумма за которую стоит бороться при этом так в самих же США есть прямые конкуренты всей этой вот значит истории причем конкуренты продвигаемые теми кто больше всего активнее всего воюет командование спецопераций ее ссаку если помните в начале цикла я упоминал такого человека Джима Шатца который еще в 2016 году педалил идею оружия достаточно легкого с эффективной дальностью 600 метров и упоминался калибр 264 LICC значит он же 6,5 на 43 миллиметра с более толстой гильзой чем у 223 с более длинной и оптимизированной для дальней дистанции пули чем у 6,5 Грэндаль соответственно под специально разработанную платформу и вот эту самую платформу сейчас в рамках такого особо не рекламированного конкурса Individual Weapon System или Lightweight Intermediate Caliber Cartridge LICC то есть легкий патрон промежуточного калибра для USACOM для командования спецопераций пилит компания FN США значит этот патрон легче существенно чем 6,8 значит он весит примерно 16 грамм то есть столько же сколько наш патрон 7,62 на 39 при этом имеет баллистику лучше чем 5,45 5,6 7,62 на 39 за счет оптимизированной пули массой 7 грамм с начальной скоростью 800 метров в секунду при этом из достаточно короткого ствола где-то около 30 сантиметров то есть он действительно по сравнению с 7,62 нато обеспечивает уменьшение массы на обещанные 20% за счет в том числе использования композитной гильзы металлпластика не металл металл как у металл пластик значит FN делает под это свою винтовочку газоотводную с поворотом затвора с полноценным складным прикладом значит никакого особой магии революции нету и это получается такое комбинированное оружие для спецназа которое может использоваться и как автомат импульс отдачи у него получается чуть больше чем у АКМ меньше чем скажем любого автомата под 7.62х51 и меньше заметно чем у XM7 при этом в силу того что патрон работает на человеческих традиционных давлениях он достаточно легко может быть сделан высокоточным то есть помимо патрона с остальным сердечником может быть снайперский со свинцовым и позволять использовать этот же образец как Марксман уже там не трехминутную а минутную меньшее рабочее давление соответственно меньшая нагрузка больший ресурс можно сделать более легкий глушитель более легкий патрон позволяет на себе тащить больше боеприпасов и это такой действительно промежуточный вариант который в рядах того же САКОМ может заменить и 5.56 на 45 миллиметров в автоматах и в ручных пулеметах типа миним и МК-46 и заменить там Марксман типа М110 и ручные пулеметы там миним 7.62 МК-48 и даже отчасти может быть МАК при более длинных стволах став таким унифицированным боеприпасом но опять же он больше ориентирован на какие-то там средние и большие дальности чем 5.56 в окопных в интенсивных боях он может быть менее оптимален за счет того что тяжелее но опять же это чисто спецназовская фишка которые идут далеко предпочитают драться не очень активно потому что против противостоящих сил все равно не выстоять стрелять издалека и тому подобное но с точки зрения элементарного здравого смысла вот этого системы LICC меня спрашивали что я не думаю что она исходно концепции это именно воплощение концепции Джин Машатца и она гораздо более здравомыслящая о том насколько она востребована на том или ином планстарме в том или ином сценарии боевых действий можно долго обсуждать но если речь идет о повышении эффективности над малокалиберными малоимпульсными патронами это гораздо более здравые решения нежели вот эти супер-пупер магнумы американцев американской армии какова судьба будет примут ли на вооружение и так далее я не ванга я не владею картами Таро предсказать это абсолютно невозможно по одной простой причине окончательное принятие решения принятия постановки на вооружение в США принимает Конгресс выделяя или не выделяя деньги то есть армия может сказать проэксплуатировав те 20 тысяч стволов что есть это круто все это вундерваффа которую мы хотели перемога уже не за горами дайте денег а деньги помню речь идет будет идти еще там примерно 4 миллиарда долларов и Конгресс вполне может сказать что типа нет ребята извините сейчас деньги больше нужны на райдер на поддержку каких-нибудь союзников еще чего-то и вообще с кем вы собираетесь воевать этой вундерваффлей тут сильно зависит от баланса сил в Конгрессе чьи лоббисты перетянут на себя куски бюджета и так далее к самому оружию это не имеет никакого отношения оно может быть очень хорошим оно может быть не очень хорошим решать все равно будут политики финансисты и так далее военные понятно будут всеми силами педалировать эту систему поскольку в нее уже вложены карьеры средства реклама и так далее и всем хочется показать некое вундерваффе а солдаты видимо тихо надеются что им дальше стрельбище с этими тяжеленными автоматами воевать не придется напомню что да и речь идет о том сейчас в штатах а давайте собственно говоря просто возьмем XM250 перестволиваем под 7.62 НАТО или под тоже 264 LICC получим классный легкий ручной пулемет достаточно эффективный дискомодевренный с лентой добавить к нему быстросменный слог что я уже делал и будет круто а вот этот автомат XM7 это извините шаг назад привет значит от М14 и начальная этапа войны во Вьетнаме ну хочет американская армия ходить по граблям значит еще кругами пожалуйста история нас учит тому что ничего не учит надеюсь вот я свою позицию обозначил рассказал вам что происходит сейчас повторюсь это данные все на конец 24-го года на ноябрь 24-го года ну а дальше оставайтесь на канале буду вам рассказывать и об исторических образцах и о новых подписывайтесь обсуждайте в комментариях предлагайте новые темы всего хорошего спасибо спасибо Продолжение следует...